У нас по всем велосипедным дорожкам без зазрения совести топают пешеходы. Топают и топают, да. И им плевать вообще, потому что они точно так же. Обратная сторона, да. Работа, да. По обратной стороне точно. У меня вот в спальном районе, извините, что перебил, я просто участвую в диалоге. У меня в спальном районе сделали отдельную дорожку. Вот она идет, вот прям по проезжей части идет дорожка. Велосипедная, знак стоит, все. Ничего подобного. Курьеры, самокатчики, вот эти вот моноколесники, если их так можно назвать, все едут по тротуару. Все равно, а тротуар метр сорок, как Владимир сказал. Здесь вот я как человек, не пользующийся симами, пользующийся автомобилем или велосипедом обычным, или самокатом обычным, могу сказать в защиту тех, кто пользуется там средством идеальной мобильности, ну вот правда, пешеходы идут постоянно в парке. Вот вы зайдите там в районе куда-нибудь Лужников или Парка культуры, да, это бесконечная борьба, чтобы согнать пешехода с этой велосипедной дорожки. Поэтому нужно людей учить, воспитывать, вправлять им мозги, но нет других способов. Но только урбанистика и только воспитание фактически решит этот вопрос. Ну и, конечно, вопрос будут решать, так как у нас сотрудников никогда не будет на дороге, у нас никакой какой-нибудь такой специальной полиции, я здесь соглашусь со всеми, никогда в жизни не получится, не появится, да, там, ну как в некоторых странах, да, есть, ну я не знаю, там эти функции выполняет, например, какая-нибудь туристическая полиция. Потому что понятно, что в большинстве слоем мы вот эти самокаты видим в таких выживленных частях города, может быть даже в туристических, не везде, правда, есть туристические части, но тем не менее. Поэтому для нас, в первую очередь, это электронные средства слежения. Это вот GPS-система, как я уже сказал, на всех абсолютно средствах индивидуальной мобильности, которые могут получить номер, и которым разрешено куда-либо выезжать. И это камеры фото- и видеофиксации, где власть должна сказать, да, дохода нам это не приносит, но давайте для того, чтобы не было смертей и нарушений, для того, чтобы было понятно, кто виноват, направим часть камеры, оплатим это за счет государства, да, не думая о коммерции, а за счет государства. Направим эти камеры на тротуары, там, на парки, еще куда-то. И не те камеры, которые в расплывчатом виде следят за удаляющейся фигурой, где там ни лица ничего не разберешь, а нормальные камеры с разрешением ради безопасности, ради любой одной жизни. И это помимо вот урбанистики, второе решение вопроса, других просто не будет.